Важнейший момент, ребята, это горькие мои воспоминания. Пишу вам из Украины, из Камильской области. Часто смотрю на ютубе ваши фильмы. Много интересного знал, говоря о вашем фильме. Перестал резать деревья, чему они несказанно рады. Вот это вот умница, ну... Вот. Если у меня вопрос, возможно, встречались на своем веку с подобным. Встречался. Писали мне серенки венгерской и виргинской хурмы, которая выдерживает объект 30. Сейчас в Украине популярная тема среди садоводов. Нанимаемся народной серенцией экспериментом. Так вот, напишет, кстати, Сибирь. Можно достаток серенков из просто холодильника положить в морозилку. И так до следующего года. У меня это еще только подвоем для прививки. Вот поэтому и хочу сохранить таким способом. А потолкнуло меня к подобной мысли непроросшее и забытое мной на год. Косточка той же хурмы, которая пережила минус 25 и прекрасно вышла на тройку. Может, то же самое, как с синками. Ведь мало кто-то переметирует подобным образом. А вдруг действительно получится. То есть, что я вам скажу? Помните, не дошло. Что я вам скажу, гражданин судья? Я сейчас хочу. Ну, ладно, это на другую тему анекдот. Давайте так. Мой ответ такой отрицательный полностью, 100%. Дальше экспериментировать. Пробовать нельзя. И так. Лет 10-15 назад. Мой земляк. Черновцов. Я все. Вот такие вещи запоминаю. Помню область. Вот. Говорит, я принесу синьки, я привез в Черновцов. Вот. Дома, Олег. Даже фамилию скажу. Потому что это живой человек. Фамилия Сараватка. Дома, купил сад, растил в поселке Калы. Вот это Сараваногорска, да? И вот, значит, мне Олег приносит вот такой веник черенков. Вот. И говорит. Константинович, они мне не нужны. Но им нет цены. Эти 40 черенков. 40 сортовых. Лучших. Какие только могут быть у них на Украине. Эти самые. Груш. 40. Разных. Я собирал долго-долго. И привез сюда. А теперь я посмотрел. Решил. Отдам-ка я тебе. У тебя свои не пропадут все. Вот. А я смотрю, они какие-то неживые. Я говорю, а что ты себе делал? Ну, что, что. Я сейчас всегда. Хитрил он или нет? Он мне говорит. Я их поразилки держал. Я посмотрел, говорю, ну, вижу, что, а это, вроде бы, они уже мертвые. Ну, давай, а это, я сейчас. Ну, есть, держат теперь, держат. Конечно, в холодильнике, но при маленькой плюсовой температуре. Отойдут и отойдут. И вот лежит этот веник. Неделю, вторую, третью. И чернеет, и чернеет. Оказалось, что он их заморозил насмерть. Как мне было обидно. У меня всего-то было 40 сортов груш на острове. Когда, а я там привал на яблони, на что угодно, на груши, на яблони. И руки чесались. У меня уже получил эти, такие особые груши на яблонях. Необыкновенные расцветки, розового цвета, что-то. У меня уже крыша, вот, господи, ведь это чудеса какие. А потом сад сожгли. Веси 40 садами груш. И здесь как-то 40 садов приносит. Ну, казалось бы, все, счастье-то мое. И вдруг ел руки-палки. Они все мертвые. Как я переживал. Ну, что вы его это, ну, почему сразу не отдал. Может быть, увидел, что подпортил. Тогда понес ко мне, мол, спасать. Ай, в общем, я ответил отрицательно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...